Всем привет! В эфире Универньюз. О самых интересных новостях студенческой жизни расскажу вам я, Олег Кашин. Сегодня в выпуске. Ректор КФУ встретился с послом Испании. Каким был Казанский университет в самом начале Великой Отечественной войны? Атмосфера праздника футбольных фанатов полюбили Казань. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл посол Испании. Каковы предложения о сотрудничестве с обеих сторон, вы узнаете прямо сейчас. Казанский федеральный университет Напомним, что КФУ сотрудничает с восьмью испанскими вузами и Министерством образования, культуры и спорта этой страны. Посольство Испании в России будет участвовать в улучшении сотрудничества в области образования. Помимо взаимодействия между вузами, нам бы хотелось активно работать в направлении сотрудничества между Казанским федеральным университетом и частными компаниями Испании. В свою очередь Ильшат Гафуров предложил послу командировать ряд испанских специалистов в КФУ для улучшения качества изучения языка. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ защитила свою дорожную карту. О том, какие изменения ждут высшую школу, смотрите далее. 20 июня в стенах высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоял в защите новой версии дорожной карты развития. Студентам, преподавателям руководства вуза ее представил директор высшей школы Леонид Толчинский. Своё выступление Леонид Толчинский начал с обращения к опыту зарубежных партнеров не только референтных вузов, таких как Лондон-юниверситет, но и у крупных медиа со всего мира. Это необходимо, чтобы понять, в каком направлении развивается сегодня глобальная медиа-среда. Я считаю, очень важно все-таки начать работу по сбалансированному сокращению набора на блоков ряд до минимального количества профилей. Давать одну базу всем студентам, делая упор на единой программе обучения. Компетенции должны быть максимально вынесены в магистратуру, которых должно быть больше. Главный упор, естественно, должен делаться на междисциплинарные специальности. Согласно дорожной карте высшей школы планируется создаваться совершенно новые направления – геобрендинг и медиа-аналитика по профилю рекламы и связи с общественностью. В планах запуск 15 уникальных направлений магистратуры. Еще одним трендом развития – высшая школа журналистики и медиакоммуникации Кафустен – переход к западным методикам подготовки на уровне бакалавриата. В западной школе уровень бакалавриата рассматривается как журналистика, как часть массово-коммуникационных процессов и преподавается в контексте социально-экономических и политических дисциплин. В комплексе реализации поставленных задач произойдет сокращение программ бакалавриата, постепенное преосмысление направления магистратуры и привлечение иностранных студентов. Все это позволит нарастить объемы дохода от образовательной деятельности. Согласно дорожной карте высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, им стоит привлечь крупные информационные холдинги для увеличения высокоцитируемых публикаций. Наличие высокоцитируемых исследователей, преподавателей, а также базовые кафедры типа Блумберга, BBC, CNN, может быть и Russia Today. У вас большое поле для быстрых побед. Это то, что без серьезных капиталовложений, вот чисто структурными вещами можно подтянуть. Ректор КФУ, Ильшат Гафуров, отметил, что высшая школа проделала большую работу при подготовке новой редакции своей стратегии. Еще раз возвращаюсь. А. Это самодорожная карта. Она должна быть рыночной, ориентированной на рынок сегодняшний. Б. Это университет. И продвигая университет через собственные механизмы, вы тем самым можете отработать и все остальное. Дорожная карта была одобрена руководством, но подразделению предстоит сформировать поэтапный этап действий перехода к поставленным задачам. Диана Шилова, Леонард Валерьяров, Универньюз. Важно ли изучать иностранные языки? И почему в современном мире этот вопрос становится еще более актуальным? Об этом говорили на международной конференции, которая прошла в Казанском федеральном университете. О роли языков говорили в высшей школе иностранных языков и переводы Института международных отношений Казанского университета. Состоялась 11-я международная научно-практическая конференция «Иностранные языки в современном мире». Сегодняшний день обмен теми знаниями и приобретенными каждым специалистом навыками, которые мы можем поделиться друг с другом для того, чтобы улучшить процесс интеграции нашей любимой страны в мировое пространство. Для участия в конференции гости приехали из более чем 30 городов России и пяти стран мира. Это представители ведущих университетов. Конференция объединяет именно этих людей, чтобы эти люди дали этим магистрам, бакалаврам, выпускникам, нашим аспирантам, сведения, информацию, компетенции, которые позволили бы быть конкурентными в мире. Главной задачей конференции является обсуждение актуальных проблем языковедческого и лингвистического, а также литературоведческого изучения иностранных языков в условиях формирования англоязычной и мультиязычной среды в УЗИ. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 22 июня в России пройдет День памяти и скорби. Ровно 73 года назад в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз. Каким был университет в годы войны и чем занимались студенты в нашем следующем сюжете? Великая Отечественная война – трагичное событие нашей страны, которое повлияло на каждого из нас. Про доблесть советских солдат знают и помнят во всем мире, но часто забывают про тех людей, которые остались в тылу и своим трудом носили вклад в великую победу. В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета встала сложная задача – оказать помощь всей стране, стать не только научным, но и промышленным центром. Уже с августа студенты Казанского университета стали оказывать помощь колхозам, а в октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которого должен был стать Казанский обвод. В строительство обвода свой вклад внесли студенты университета. Строительство Волжского оборонительного рубежа 1941-1942 года, основной частью которого встал Казанский обвод вокруг Казани. Он шел полукольцом. Волжский рубеж составлял протяженностью 331 километров, включал в себя Татарскую АСР, Чувашскую и Марийскую, то есть как раз-таки территорию по Волжье. Студенты университета в то время принимали участие в строительстве? Конечно, студенты университета, преподаватели, даже ректор университета Кирилл Паркович Сидников участвовал в строительстве сам. 22 июня объявлены памятные даты. В День памяти и скорби жители нашей страны возлагают цветы к могилам солдаты, благодарят их за окончание Великой войны. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Улицы Казани в эти дни превратились в праздничные демонстрации. Корреспондент Универньюз наведалась в излюбленные места гуляний фанатов и убедилась – иностранцы в восторге от того, как выглядит и как принимает их Казань. Во время чемпионата мира по футболу Казань наводнили толпы футбольных болельщиков из разных стран мира. По сути, весь центр города и пешеходные дороги до Казани-арены и фан-зоны у Чаши стали похожи на огромную площадку для шумного карнавала. На территории фан-зоны расположены удобные места для просмотра трансляции, обустроены игровые концертные площадки для жителей и гостей города. Вчера на фан-фест у Чаши собрались футбольные фанаты из разных стран, чтобы наблюдать за матчем Испании-Иран. Среди них гости из Сербии, Венесуэлы, Колумбии, Испании и Ирана. Они рассказали нам о своих впечатлениях о Казани. Это чудесно. Я у меня прекрасная экспириция. Первый раз в России. Люди очень хорошие. Все люди очень приятные. Это мой первый World Cup. Но в России в целом делается чудесный job. Это чудесный job, в организации. Это красиво. Есть много церквей, разные религии. Это очень красиво. Это люди очень рады. Они очень рады. Они любят. 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 Что осталось к Мундиалю, отмечают все иностранные болельщики, с кем довелось пообщаться в эти дни. Многие из них обещают еще не раз вернуться в эти места, чтобы глубже изучить историю и архитектуру нашего города. Анна Глазунова, Альсина Ахатова, Универньюз. На этом наш выпуск подходит к концу. Но уже завтра мы снова выйдем в прямой эфир. Продолжение следует...